приветствую дорогие друзья в этом видео я хочу поделиться с вами как пригласить на мероприятие 14 довольных гостей получить 8 желающих зарегистрироваться то есть присоединиться в команду и все это за один день и так первым делом что необходимо сделать это понять насколько вам самим интересно то мероприятие на которое вы приглашаете если у вас не до конца вот вы проникли с мероприятием то необходимо прояснить некоторые моменты например это что полезного будет на данном мероприятии для кого это мероприятие то есть какая польза и для кого на мероприятие на которое вы будете приглашать все очень просто кто целевая аудитория какая польза и ваши искренние отношения к данному мероприятию когда у вас внутри возникает искреннее желание поделиться этим мероприятием не потому что вы что-то заработаете потому когда человек придет на мероприятие что-то купит и вы заработали у вас должно быть искреннее желание поделиться той пользой которая будет на мероприятие когда вы его действительно наполнены вот именно таким ощущением только после этого можно приступать к приглашению но перед этим конечно же нужно составить список людей которым вы будете соответственно данное предложение предлагать где брать людей самое простое что приходит на ум это конечно же социальные сети и сейчас начну писать письма мелким почерком не или наоборот крупным шрифтом до некоторые пишут но как показывает моя практика нужно составить отдельный список хотя за основу можно взять конечно список друзей в социальных сетях но так как и мы формировали искреннее отношение к мероприятию то есть мы его раскапывали смотрели что действительно полезно в этом мероприятии точно также нужно и отобрать из списка социальных сетях тех людей которые в первую очередь потенциально будет интересна информация на вашем мероприятии и вы составляете список из этих людей выписывать их в отдельный список по моей практике у меня получилось выписать на то мероприятие которое я срабатывала я выписала людей и соответственно у меня получилось около 110 по моему то есть я их не изначально нумеровала а когда уже список составила автоматически пронумеровала и там было около 110 человек после этого необходимо посмотреть кому в первую очередь вы хотите передать эту информацию какие из этих людей вам максимально приятны кого из этих людей вы хотели бы видите рядом с собой вот если этот человек завтра присоединится к вам в команду вам от этого будет счастье хотите ли вы коммуницировать с этим человеком действительно ли у вас есть вот этот коннект и в первую очередь приглашение необходимо делать именно вот этим людям насколько они ваши близкие друзья или далекие друзья давно вы общались вот это сейчас не особо имеет значение именно обращайте внимание на свое отношение к этому человеку дальше каким образом передавать информацию как я уже сказала текстовые сообщения работают хуже всего лучше работают голосовые сообщения их проще записывать еще лучше конечно работают звонки но можно использовать и голосовые сообщения в которых вы будете раскрывать суть своего предложения когда вы общаетесь с человеком обязательно не просто служить не только говорите сами а и давайте человеку возможность давать вам обратную связь то есть нужно задавать вопросы то есть спросите тебе удобно сейчас говорить вам удобно сейчас говорить до человеку удобно тогда вы продолжаете разговор не значит продолжить в другое время вот если вам кто-то звонит и вас куда-то приглашает вы бы хотели чтобы он вам сразу в лоб начал приглашать на какое-то мероприятие в торопях или он был узнал у вас чем ты вообще сейчас занимаешься как у тебя сейчас дела то есть живое человеческое общение она лучше работает чем какие-то продажи какие-то приглашения вы пообщались узнали у человека удобно ему говорит неудобно и хорошо сделать если вы давно не общались то хорошо сделать ссылку на допустим те знания которые у вас были об этом человеке например ты мне говорил когда-то что тебе интересно например достижение финансовой свободы ты говорил что тебе не хватает времени потому что ты все время занимаешься своим бизнесом или не ты хотел бы больше времени проводить семьей то есть вспомните это почему вы отобрали человека чтобы ему сейчас позвонить какую пользу вы видите в том мероприятии и для него и это же ему и спросите тебе это по-прежнему интересно он говорит да или нет и после этого уже можно переходить к озвучиванию соответственно самого приглашения если вы поняли что ваше приглашение может быть интересно для этого человека вы говорите что у нас будет проходить такое-то событие например бизнес практику на котором речь будет идти если человеку интересно например финансовая свобода ему можно сказать что на данном мероприятии будет раскрыта информация о том как пошагово прийти к финансовой свободе какие ошибки люди допускают на этом пути и перечислить 3-4 пункта о чем будет данное мероприятие и спросить хотел бы ты получить доступ к данному мероприятию после этого озвучить условия как человек может попасть на данное мероприятие главное общаться искренне общаться от души и слышать запрос человека не переубеждать если у него есть какое-то другое мнение и помнить с какой целью вы звонили вы звонили продать или вы звонили с целью позаботиться о человеке вот если вы искренне звоните чтобы позаботиться то слышите ответы людей а также какие еще методы работают хорошо работают голосовые сообщения если вы записываете голосовое сообщение сейчас то можно делать в telegram это можно делать facebook это можно делать в instagram я использую telegram и facebook то там тоже не нужно записывать длинный монолог потому что ну вы бы хотели чтобы вам записывали монолог вы слушаете первую максимум минуту дальше начинаете наверное перематывать либо вообще выключаете поэтому так и общаетесь задавайте человеку вопрос в ходе того что вы записываете голосовое задавайте вопросы чтобы человек видел вашу заинтересованность интересоваться нужно искренне говорить только правду прописные истины которые так понятны ничего главное не упреукрашать вот как есть так и говорите говорите свое искреннее отношение и к человеку и к мероприятию почему вы записали записывайте это сообщение именно для него также работает хорошо ваше видео обращение то есть можно записать коротенькое видео на одну тире три минутки в котором также рассказать что вы записываете это видео для таких людей которым интересно перечисливаете перечисляете пункты для кого вы проходите ваше мероприятие и о чем будет это мероприятие и что человеку нужно сделать для того чтобы получить данный доступ к данному мероприятию работают люди видят вас в живую не считывают вашу энергетику приятные вы им неприятны и соответственно обращаются в личку следующее что еще хорошо работает это stories загружаете stories в свои facebook например и в instagram и соответственно люди охвату stories он больше больше людей может посмотреть ваше приглашение опять же делаем все то же самое искренне говорим для кого мероприятие какая там польза будет и что человеку необходимо сделать чтобы попасть на это мероприятие и еще несколько технических так сказать рекомендаций по передаче виртуального пригласительного вашим гостям когда вы провели разговор договоритесь с человеком о передаче доступа на мероприятие лучше это делать уже ближе к мероприятию то есть если вы сделали приглашение за 48 часов до мероприятия сообщите человеку что доступ вы ему передадите когда у вас будет ссылка и соответственно за допустим 24 часа я передаю человеку доступ к мероприятию но предварительно уточняют плане ничего ли у него не поменялось планирует ли он быть на данном мероприятии следующая забота заключается в том чтобы напомнить человеку уже непосредственно перед мероприятием о том что она будет то есть можно за час человеку написать что уже через час стартует мероприятие все ли у тебя получать если нужна помощь как зайти по ссылке это действительно забота потому что у людей у кого-то открывается у кого-то что-то может не сработать чтобы человек знал что вы можете ему помочь подключиться и когда уже мероприятие запускается например у нас за 15 минут до старта самого мероприятия уже запускается конференция где человек может подключиться уже смотреть подготавливающие видео ролики то в этот момент можно человеку напомнить о том что уже доступ конференции открыт и человек может подключаться соответственно он и подготавливается он заходит заранее и не пропускает важную информацию уже с самого начала и после мероприятия также после мероприятия полезно получить от человека обратную связь соответственно до мероприятия с ним нужно об этом договориться если вы приглашали человека для того чтобы он получил полезную для себя информацию то естественное желание у вас у меня возникает узнать как на самом деле полезно было это мероприятие для человека или не полезно поэтому перед мероприятием с ним хорошо бы договориться о том что он вам после мероприятия искренне поделится своим отзывом и после мероприятия это увеличивает конверсию что люди вам дадут эту обратную связь соответственно вы поймете были ли вы полезны для человека или не были было мероприятие для него ценно или не было если вы правильно вначале определили целевую аудиторию определили пользу то соответственно и люди у вас будут довольны если нет то соответственно возможно вы не того пригласили не на то пригласили возможно что-то приукрасили вот по моей статистике недавней и пригласила 28 человек 21 из них сказали что да они будут на мероприятии 14 из них было на мероприятии онлайн и 6 человек посмотрели информацию в записи все абсолютно получили пользу кто-то для себя принял информацию кто-то пошел применять самый и восемь человек остальные сейчас еще в процессе 8 человек которым интересно использовать эту информацию вместе с нами то есть важно понять для кого мероприятие кого туда приглашать и сделать это приглашение максимально искренне и кратким не на 15 минут монолога 1 3 минутки чтобы вы могли объяснить человеку что там будет почему ему это может быть интересно и слышите человека и заботьтесь о нем искренне и тогда и бизнесе и во всех других сферах жизни вы будете действовать с удовольствием и люди вокруг вас также будут довольны я желаю вам классного дня и результативного бизнеса пока пока до скорой встречи